С наступлением настоящей весны пришло и время ремонта дорог. Нестабильные зимы с контрастными температурами за один сезон могут привести асфальтовое покрытие в негодность. Поэтому первоочередная мера, которая позволит автомобилистам хотя бы ездить без риска, что называется, оставить подвеску – ямочный ремонт. Работы ведутся за счет бюджетов городского поселения Щелково и Щелковского района. Несколько бригад в эти дни работают в микрорайоне Щелково-7. Ямочный ремонт полным ходом идет на всем протяжении улицы Неделина. Сначала дорожники делают так называемые вырезки – контур будущей дорожной заплатки. Убирают старый асфальт, он потом еще где-нибудь пригодится. Начальник районного управления дорог Максим Пчелкин критически осматривает вырезку. Под 5-сантиметровым слоем асфальта земля, обитый кирпич. Дороги бывшего военного городка, похоже, строили из того, что было под рукой. Такая подстилающая поверхность, говорит Максим Александрович, не может обеспечить нормальное функционирование дороги. Она быстро приходит в ненормативное состояние. Отсюда штрафы ГИБДД, предписание устранить нарушения и вечный ямочный ремонт. Дорожники стараются по возможности уменьшить водителям неудобства во время работ. Если раньше такой вырез мог оставаться на дороге несколько дней, то теперь его стараются залить асфальтом максимально быстро. Так между двумя этапами работ на улице Неделина прошло около суток. Мы планируем сделать всю улицу недельно, заделать все критичные ямы, ну и как-то облегчить жителям этого района колесную жизнь. Более масштабные работы ведутся на проспекте 60-летие октября. Там проводится полная замена дорожного полотна. 60 лет октября решено перекрыть полностью, то есть сняли дорожное покрытие и укладывают его заново. Я надеюсь, в ближайший день-два работа на ней закончится. Сегодня у нас был небольшой перерыв в связи с погодными условиями. Работы ведутся и в частном секторе Щелково. Это район Потапово и офицерского поселка. Движение транспорта здесь весьма оживленное. Дороги разрушаются быстро. Ямочный ремонт уже выполнен на улицах Ватутина, Некрасова, Свердлова, Репина. Получили свой объем ремонта и дороги в поселениях Щелковского района. В частности, в Медвежье-Озерском отремонтировали улицу Садовую, что идет вдоль стадиона, и юбилейную в районе Дома культуры. Это тем более важно, что именно по ним 9 мая пройдет колонна акции «Бессмертный полк». Скоро в районе стартует следующий этап дорожных работ. Десять объектов вошли в план мероприятий с финансированием из Дорожного фонда Московской области. В частности, это улица Космодемьянская. Что касается конкретно улицы Космодемьянской, у нас здесь запланировано уширение для парковочного кармана. Также мы хотим отремонтировать часть тротуара как раз напротив садика. Ну и, соответственно, пустить всю улицу под фрезу и перестелить дорожное покрытие. Администрация Щелковского района запланировала аукцион по определению подрядчика проведения этих работ на 16 мая. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо.